В Хабаровских производственных мастерских пыльно и шумно. Из брусков пенопласта молодые художники вырезают объемную скульптуру бурого мишки. Грант на создание барельефа студенты получили в прошлом году на молодежном форуме в Крыму. У меня на тот момент был диплом и очень не хватало времени. То есть нужно было защищаться и параллельно подготавливать задания на этот форум, чтобы нас туда в принципе взяли. Ну и какими-то божественными силами все это получилось. Все-таки мы все это сделали. Чтобы найти добровольцев для работы, авторы проекта кинули клич в социальных сетях. Отозвалось пятеро человек. Они сейчас трудятся над барельефом. Анастасия Шаргородская вырезает и шлифует будущую елку. Не мешает даже пенопластовая крошка, облепившая художницу. Я сначала не понимала форму. Я просто дома из пластилина повторила ее. Я поняла, как именно действовать, что именно срезать. Поэтому относительно несложно. Но это мой первый опыт именно работы и с фрезой, и с пенопластом. Но так в целом нормально получается. По задумке автора эскиза, хозяин тайги Бурый Мишка сидит на Амурском утесе. Композиция вписана в солнце, которое, как известно, встает на востоке. Долго очень думали. Ставили именно по композиции, чтобы это еще вписалось в окружение. Изначально был сначала один эскиз, даже были волны здесь на эскизе. Потом отошли от этого. Сделали его сидящим на утесе. Олег Артемов отвечает за птиц. Гуси-лебеди на барельефе летят по задумке автора в теплые края. Студент Хабаровского технологического колледжа тоже впервые работает с пенопластом. Я шкуру специальной металлической щеткой. За счет этой щетки мы как бы придаем форму. Пере создавались за счет этого инструмента. Сначала мы просарапывали, а потом зачищали щеткой. А чтобы придать более такой четкий контур, мы сверху проходили шкуркой. Конструкцию собирали на металлическом каркасе. Пенопластовые фигуры в дальнейшем закрепят арматурой. Чтобы уберечь барельеф от дождя и солнца, его покроют специальной штукатуркой. С ней скульптура будет весить около 350 килограммов. Сама конструкция в конце работы будет обшиваться, где места не будет пенопласта. Там будет обшиваться специальная панель, ну, закрывающая конструкцию. И мы хотим сделать идеально ровный круг. Ну, а для идеального ровного круга нужна очень ровная конструкция. Самое главное – это показать молодым ребятам, самим себе тоже, да, что можно что-то сделать, доказать. То есть, чтобы они участвовали, чтобы они не уезжали из города, да, чтобы они думали, ну, как бы правильно мыслить, что можно где-то что-то, какие-то возможности найти. Завершить работу художники планируют уже в конце июля. Осталось найти здание, на фасаде которого можно будет разместить новый арт-объект. Наталья Чернышова и Дмитрий Попуша. Смотри Хабаровск.